Ночь Цель далека Ночью так часто хочется пить Ты уходишь на кухню Да вода здесь ярка Ты не можешь здесь спать Ты не хочешь здесь жить Доброе утро, последний герой Доброе утро тебе и таким, как ты Доброе утро, последний герой Доброе утро, последний герой Витаю, витаю, дорогие мои друзья В эфире передача «Плюс и минус» И с вами снова я Ольга Побаянс И сегодня мы будем говорить про коронавирус Але с точки зрения уже инший Я позволю себе перейти на русский язык Потому что понимаю, что любая пандемия Не имеет специального языка Пандемия должна И если мы говорим о чем-то Мы должны понимать друг друга Так что сегодня 737-73-10 Телефон нашей студии Я, Ольга Побаянс, приглашаю вас к телевизорам Смотрите, слушайте Давайте поговорим сегодня о том Что мы уже сейчас выходим из карантина А что такое карантин? А карантин — это дело очень серьезное Мы прожили достаточно длительное время Мы остались живы, здоровы Ну, к сожалению, есть еще и достаточно много негативных И пессимистических вещей Но давайте мы сегодня будем говорить о хорошем То есть о том, что нам и как нам выживать Как нам выходить из карантина настоящего И каким образом нам себя обезопасить Потому что, вот смотрите, несколько дней Которые прошли уже как бы ослабленный Або послабленный карантин Какие казала Влада Буде И когда я обратила Вот так просто было посмотреть на дороги Наши одесские Когда мы уже привыкли к такой размеренной жизни И когда мы видели Я когда сажусь за руль И когда я вижу перед собой одну машину Может быть, сзади машину и все То сейчас это немыслимые пробки Это везде заторы То есть в полном уже разгаре У нас абсолютное без карантин Ну, а для того, чтобы без карантина у нас не было То есть мы понимали бы, что может случиться Я просто хочу вас предупредить Что любое послабление карантина Оно приводит, знаете, к чему? К усилению и количеству больных заболевших И это не какие-то выдумки Это действительно так Если мы уже привыкли к тому, что у нас были маски Мы защищали себя каким-то образом Кто-то защищал, кто-то нет Но, во всяком случае, принцип охраны Охраны себя у нас был Сейчас же мы его можем потерять Так давайте поговорим о том Как бы нам не потерять Собственно, наш статус Я хочу сказать, что очень много данных появилось новых Об этом вирусе, о COVID-19 Ведь он крайне опасен И крайне контагиозен, этот вирус Как оказалось Мы как-то так сначала к слегонцам думали Ай, боже мой, это не страшно Это уже было И я тоже придерживалась этого мнения Но оказывается, что вирус таки очень серьезно работает Я не могу сказать, что вирус косит всех подряд Нет, абсолютно по-другому Потому что все-таки выживаемость достаточно высокая После того Да половина людей, которые, возможно, уже переболели бессимптомно Они тоже уже имеют иммунитет И, кстати, вот эта новость, которую я услышала Когда-то как-то мы решали И даже специалисты думали о том Что и предупреждали, что не будет иммунитета А оказалось, что пациенты, которые переболели уже коронавирусом Вот этим нашим Они не могут заразиться Действительно, они уже не заражаются повторно И даже если тесты будут давать позитивные какие-то оценки То это уже нет Это уже остаточное явление То есть уже один плюс мы себе в копилочку закладываем Понятно, что всегда помните Что как бы мы не жили И как бы мы не планировали свои какие-то действия Запомните, пожалуйста Мыть руки — это хорошо Понятно, что все мы умеем мыть руки Понятно, что все мы понимаем, как это нужно Но есть определенные правила Так? У нас для этого надо Обязательно надо иметь для этого хорошее мыло Обязательно надо придерживаться правила Мыть руки ровно хотя бы 25 секунд Лучше 30 секунд С мылом и достаточно хорошо обрабатывая каждый пальчик свой Почему? Потому что это есть одна из особенностей коронавируса Потому что он может оседать на поверхностях рук, на коже И что интересно Вот я сейчас смотрю на свои ногти И тоже вспомнила Коронавирус очень хорошо может усаживаться под ногтями Это запомните Ну, смотрите Теперь мы научились использовать маски Да, действительно Но смотрите внимательно С масками нам придется жить долго И я хочу вам показать Хочу, чтобы вы увидели и обратили внимание на разные маски Посмотрите Вот я специально принесла сюда Вот эта масочка Она очень хороша Посмотрите У нее есть маленькая такая железочка Которая может Когда мы надеваем эту маску Мы закрепляем И все И мы можем Мы защищены На ближайшие 2 часа Мы защищены Появились Вы помните, что масок очень долго не было И любители Также не только любители Еще многие организации, которые могли что-то там пошить Они тоже шили маски Вот эта маска Я бы так сказала Она не защищает от коронавируса Но она дает возможность Чуть-чуть придержать Если есть какой-то поток Если навстречу вам кто-то чихнул Либо кашлянул Потому вот эта маска не является медицинской Это медицинская маска Которая действительно удерживает Удерживает достаточное количество вирусных частиц Еще Смотрите теперь Что нам было надо И что мы использовали И мы сейчас Я вам предлагаю тоже Еще некоторый период Когда уже установится Во всяком случае Когда мы будем понимать Что мы уже вышли из карантина Давайте тоже будем мудрыми Вот такие вот рукавички Перчатки Они обязательно должны у вас быть Вот видите Я никогда ничего не беру Просто так руками Смотрите У меня все должно быть в пакетиках Это правильно Это тоже правильно Потому что мы должны Чувствовать себя защищенными Вот это перчатки Это нормальные медицинские перчатки Латексные Они достаточно хороши С ними можно То есть они не повреждают кожу рук Потому что они очень хорошо Прикладываются к коже И кожа не становится сухой Такой болезненной Абсолютно Но рукавички Вот эти вот медицинские Они должны быть использованы правильно Смотрите Когда мы Одеваем рукавичку И выходим куда-то Зачем По сути Зачем нам рукавички Перчатки Украинского Мало рукавички Вот смотрите Какая хорошая рука Чистая рука Мы можем Я как правило Хожу на работу Когда я иду Из дому На работу Я одну Левую руку Свою рабочую Одеваю перчатку Вторую я оставляю Просто чистую руку И ключом Я открываю Одну дверь Вторую Выхожу Захожу То есть практически Все у меня делает Одна левая рука Она защищена А вот вторая рука Моя Она тоже Она чистая Потому что Она ни к чему не прикасалась Потому что В этой руке Я еще несу сумку Ну женскую сумочку Но все-таки Несу в одной руке Когда Мы использовали Уже эту перчатку То есть это Одноразовая вещь Тогда Но у нас Мы можем надевать Две перчатки Но если мы одеваем Тоже Две перчатки Одну перчатку Смотрите Вот так вот Мы снимаем Перчаточку И все Мы закрываем Но для А потом Мы берем пакет И Закладываем Уже Перчатку Которую Мы Уже испортили Своими руками Все Вот она у нас Так Мы себя защитили Но Еще есть Одна особенность У нас Это Если Действительно Ситуация Может Измениться В худшую сторону Такой вариант Тоже мы не исключаем Что если бы Только Количество Зараженных Людей Поднимется Больше 500 И если Будет опять Скачок Высокий То есть По количеству То может Остановиться Этот процесс И мы опять Уходим Карантин Но для того Чтобы мы были Действительно Защищены Есть еще Вот такие Очки Это очки Не являются Потому что У меня есть Много Очки Есть Те Которые Называются Химическая Защита Это Самое Лучшее Есть Защитные Такие Шлемы Но Это Трудно И Понятно Что В шлеме Не Походишь А Вот так Просто По городу Пройтись И Для того Чтобы Защитить Себя От Тех Людей Которые Маску Не надевают Которые Можут Чихнуть А вы Знаете Что Чихнет Или Кашленет И Не дай Боже Это Был Больной Человек Которого Вы Господи Только Что Этого Не Было Но Вы Могли Бы Встретить То Расстояние С полутора Метров Это Как бы Защитное Расстояние Но И Чих И Остатки Частички От Кашля Они Могут Попасть На Может Быть Заражение Вот Таким Образом Мы Одеваем Очки И Спокойно Себя Чувствуем Потому Что Нормально Защищены Когда Мы Одеваем Затем Маску То Мы Уже Практически Полностью Защищены А Если Мы Одеваем Еще Перчатки Мы Вообще Просто Молодцы Но Перчатки Еще Кстати Запомните Это Очки Которые Могут Вам Пригодиться И Снова Таки Не Носим В Кармане Не Носим Их Просто Так Заброшенные В Сумку А Мы Обязательно Их Одеваем В Защитную Пленочку Есть Я Вам Говорила Уже Вот Это Латекс Перчатка А Вот Это Нитриловые Перчатки Если Выбирать По Качеству И Правильности Как Перчаток Нитриловая Перчатка Она Достаточно Крепкая Достаточно Мощная Она Рвется Не Так Быстро Как Латекс Перчатки Но У Это Есть Проблемы Очень У Многих Людей Нитриловая Перчатка Может Вызвать Аллергические Проявления Если Вы Перчатку Нитриловую Будете Носить Больше Чем Один Час То Конечно У Вас Могут Возникнуть Проблемы Не Не Обязательно Но Те Кто К Аллергии Не При То Знают Аллергические Проявления Конечно Это Может Быть Действительно Серьезная Очень Серьезная Проблема И Смотрите Насколько А А я Вот Еще Ну Я Понимаю Что Не Все Могут Носить За Собой Микроскоп А Я На Всякий Случай Всегда Имею Вот Такой В запасе Микроскоп Это Портативный Маленький Который В любой Ситуации Если Мне Что Надо Просмотреть И Я Хочу Посмотреть Я Пользуюсь Этим Микроскопом Сначала Карантина Сначала Наших Проблем Которые Принес Нам Ковид 90 Я Практически Вот Так Экипирую Себя И Не Отступаю Ни На День В Другую Сторону Теперь Хочу Вам Показать Вот Салфеточки Которые Мы И Написано На которых Антисептик Я Могу Сказать Что Это Абсолютный Ноль Потому Что Это Просто Хорошая Салфеточка Которую Вы Можете Достать И Просто Освежить Руки Но Если Вы Освежили Руки На этой Салфетке Вполне Остаются И Не Погибают Частички Вирусные Частички Так что Тоже Обращайте Внимание Для Этого Есть Санитайзеры И Вот Я Специально Себе Готовлю Самостоятельно Санитайзер Вот Такой Это Очень Хороший Раствор Он Основан На Растительных Элементах И На Грибных Элементах Как раз То Что Дает Возможность Защитить От Вирусов Тоже Мои Руки И Даже Если Что-то Случилось И Я Была Не Защищена Я Была Без Маски Я Тогда Могу Просто Брызнуть На Себя Вот На Эту Часть Вот По Носу Вот Так Я Могу Брызнуть Со Любой Санитайзер Лучше Все Таки Вот Когда Вы Заходите Может Вы Обращали Внимание Вы Заходите Когда Супермаркет Нормальные Хорошие Магазины Там Стоит Такой Санитайзер И Вы Просто Немножечко Получаете Этой Жидкости И Начинаете Протирать Руки Процентов На 70 На 80 Вы Защищаете Себя Конечно Желательно Иметь Своё В машине Либо В сумочке Вы Должны Держать Все Помогательные Средства Очень Важно Для Того Чтобы Мы Правильно И Хорошо Вышли Из Карантина Это Питание Но Питание Одно Из Основных Одно Из Серьезных И Вообще Это Всегда Чтобы Вы Знали Что Пандемия Эпидемия Всегда Люди Должны Понимать Что Надо Усиливать Своё Питание Но Не Усиливать Увеличивать В количественном Отношении А усиливать В лучших Продуктах То есть Те продукты Которые Могут Дать Возможность Организму Окрепнуть Дать Возможность Организму Чувствовать Себя Нормально И Сейчас Как раз Для этого Есть Все Возможности Конечно Я могу Сказать Что И клубника Которая Сейчас Появилась И ягоды Через Огромное Количество Ягод Ну Кстати Голубика Ежевика Малина Эти все Ягоды Сейчас Есть В замороженном Состоянии И Если Эти Продукты Хранились У вас Дома Возможно Вы Заготавливали То Они Должны Быть Нормальными И Компоты Из Этих Продуктов Настои Из Этих Продуктов Это Все Вспомогательные Элементы Для Того Чтобы Мы Могли Себя Защитить От Всяких Поползновений Вирусных Вы Поймите Что Не Зря Говорится Что Конечно В результате Всего Когда Закончится Первый Этап Второй Этап Возможен Развитие Коронавируса Мы Конечно Получим Иммунитет Общественный Иммунитет Большой Иммунитет То есть Когда 80% Людей Как-то Уже Проконтактировали С Вирусом Понятно Что Дай Боже Чтобы Все Выздоравливали Но Есть Еще Такие Ситуации Когда Действительно Очень Тяжело Это И Искусственное Тоже Искусственное Дыхание И Искусственное Это Лечение Легких Потому Это Уже Тяжелая Очень Но В общем-то Все Мы Кто Живет В этом Нашем Допустим Нашей Одесской Области Или Самой Одессе Мы Должны Понимать Что У нас Должен Выработаться Общественный Иммунитет И вот Тогда Мы Будем Уже Понимать Что А так Как По Новым Этим Данам Мы Уже Знаем Что Если Мы Заболеваем То Мы Все-таки Можем Защитить Себя И Если Мы Уже Переболели Не Зная Даже Этого Мы Это Можем Проверить Только Тестированием И По Количеству И По Явности Антител Которые Будут Тогда Мы Будем Уже Тоже Более Менее Защищены Еще Одно Приятное Такое Ну Как Относительно Приятное Раньше Мы Говорили О том Что Иммунитет Очень Трудно Будет Ли Не Будет Сейчас Уже Ученые Корейские Они Определили Что Вирус SARS Который В 2003 Году Это Тоже Серьезнейшая Была Проблема Это Тяжелое Очень Тяжкое Острое Респираторное Заболевание Это Атипичная Пневмония И Оказывается Все Кто Переболел В 2003 Году Они Сейчас Абсолютно Защищены От Коронавируса От COVID-19 Это Тоже Хорошая Новость Но Самое Главное Что Я Предлагаю Вам Кроме Того Что Вы Будете Обязательно Используйте Овощи Сейчас Есть У нас И Кабачки И Капусты Огромное Количество И Салаты Великолепные Салаты Которые Салаты Которые Можно Использовать В питании Это Айсберг Это Шпинаты Очень Много Зеленые Продукты Чрезвычайно Полезны Потому Что В них Есть Все Микроэлементы А Именно Совокупность Микроэлементов Такие 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 И Селен И Кальций И Магний И Марганец Все Эти Элементы Очень Важны Для Питания Они Очень Важны Для Того Чтобы Организм Нарабатывал Иммунные Свои Способности Это Тоже Важно И Всегда Учитывайте Этот Фактор Не Забывайте О Социальном Расстоянии То Если Вы Идете В Супермаркет Если Вы Заходите В Магазин Пожалуйста Это Не Глупости Не Надо Дышать В Спину Кому И Пусть И Вы Не Дышите Никому В Спину И Пусть Вам Не Дышат Потому Что Именно Так Можно Очень Быстро Заразиться Потому Что Чем Ближе Расстояние Понятно Что Тем Больше Вирусных Частиц Может Попасть На Человека Потому Полтора Метра И До Трех Метров Это То Расстояние Которое Даст Возможность При Наличии Масок При Наличии Перчаток Очков Защитить Себя Еще Самостоятельно Дополнительно А Что Делать Если На Вас Чихнули Или Кошлянули Вот Такая Ситуация Кто Чихнул Кошлянул И У Начинается Паника Паниковать Не Надо 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 Иметь С Нож Таки Санитайзер Или Хотя Бы Даже Такой Антисептической Салфеточкой Аккуратно Просто Убрать То Что Не Дай Бог Может Быть Попало На Вашу Кожу А Если Вы Защищены Маской И Очками Конечно Вам Ничего Страшного Не Случится С Вами Как Вы Относитесь К Прогулкам На Воздухе Понятно Как Что Замечательно Мы Конечно Немножко Пострадали Потому Что Мы Не Выходили Мы Очень Долго Сидеть Дома Нам Нам Казалось Сидеть Дома И Я Понимаю Что Сейчас Огромное Количество Людей Вышло На Работу Не Все Кто Еще Остался Под Карантином Кто В основной Массе Мы Все Работаем И Надо Всегда Помнить Что Если Вы Работаете В Офисе Конечно Проветривание Это Обязательно Причем Достаточно Влажная Обработка Всех Деталей Которые Не Ленитесь Вы Знаете Я Тоже Когда Прихожу На Хлорку Банальную Хлорку Без Всяких Программ С Водой И Протираю Сначала Я Протираю Все Столы Я Протираю Пол И Оставляю Обязательно Тоже Коврики С Обработанными Хлоркой Вот Так Тоже Защищаюсь Потому Это Тоже Надо Потому Что Очень Боится Как Раз Хлорки Вирус Этот Очень Боится И Когда Вы Протираете Все Поверхности Вы Тоже Сейчас Мы Я Думаю Что Мы Не Потеряли Еще Эту Возможность Я Все Время Говорила Что Что Плохо Если Мы Не Выходим На Море Если У Нас Нет Возможности Выйти Куда Погулять В парк Для Того Чтобы Не Сталкиваться С Другими То Мы Теряли Возможность Получить Витамин Д А Зачем Витамин Д Витамин Д Это В общем Тот Недостаток Витамина Д Бывает Огромное Количество Заболеваний Которые Трудно Даже Диагностировать И Вот Что Заметил Кстати Доктор Комаровский Которого Я безумно Просто Уважаю Который Человек Который Несет Столько Добра И Столько Правильного Для Взрослых Для Детей Это Для Всего Нашего Общества Он Четко Подметил Что Если У нас Есть Если Мы А витамин Д Может Накапливаться Тремя Возможностями Тремя Способами Это Самое Главное Солнечные Лучи Это Первое Основное Это То Что Действительно Дает Нам Возможность Организму Дает Возможность Примять Витамин Д На Себя Второе Это Использование Продуктов Не Забывайте Про Сливочное Масло Про Яйца Про Рыбу Жирную Причем Про Рыбий Жир Я Пока Не Говорю О Рыбьем Жире Который В Таблетках Я Говорю О Том Что Это Рыбий Жир Который Используется Жир Конечно Трудно Просчитать Возможности Сколько Надо Съесть Рыбы Сколько У нас Всего Но Мы Должны Пользоваться Третьим То Это Медикаментозные Препараты Это Не страшно Это Никакая Это Химия Нет Это Просто Или Рыбий Жир Или Специально Витамины Группы Д Витамин Д Просто В Капсулах И Это Правильно Потому Что Здесь Мы Сможем Всегда Рассчитать Свою Дозу Но 500 500 Единиц На Сутки Если Мы Потребляем 500 Единиц На Сутки Витамина Д То В Принципе Это Достаточно Если У вас Как бы Статус Достаточно Хорош Сам По Себе То Вы Имеете Витамина Д Достаточное Количество Но Если Вы Чувствуете Что У вас Колоссальный Недостаток Витамина Д Ешьте Все То Что Я Накапливайте Потому Что Все Так Витамин Д Будет От Лучей Солнца И Конечно От Препаратов Которые Сразу Будут Усваиваться То Витамин Д Должен Усваиваться Организмом И получать Свою Порцию Это Надо Консультироваться С врачом Но Не Забывайте Об Это Обязательно Нужно Ну И Конечно Я Считаю Что Любой Мягкий Карантин Может Быть Колоссальной Проблемой Если Мы Не Будем Прислушиваться К Фахевцам Настоящим Специалистам И В Принципе У Нас Есть С Вами Одна Такая Замечательная Фишка Одесса Это Город На Море Море Наше Спасало Всегда Море Не Одна Практически Все Если У Нас Было Море Если Мы Дышим Воздухом Настоящим Нашим Ядированным Мы Себя Защищаем И Очень Здорово Так Что Смело Выходите К Море С Детьми Вы Должны Просто Вытаскивать Своих Деток И Прыгать Скакать Что Угодно Даже Просто Ручки Мочить В Морской Воде Кстати Вирус Не Передается Через Морскую Воду Даже В Водоемах Пресных Водоемах Тоже Я Так Думаю Я Конечно Противник Этого Но Сейчас Просто Даже Говорят Что Можно Спокойно И в Пресноводных Водоемчиках Тоже Там И Поплавать И Есть Когда Уже Придет Время Такое И поплавать И все Я Не Очень В это Верю Потому Что Все Таки Пресноводные Могут И содержать Тоже Этот Вирус Возможный Вариант И тут Пока Я не могу Ничего Сказать Но Самое Хорошее То Что Если Мы Идем На Море Мы Там Получаем Витамин Д Мы Там Получаем Порцию Здоровья Единственное Снова Таки Сохраняйте Социальную Дистанцию Если Вы Идете С семьей Идите С семьей На Море И Не Контактируйте Постарайтесь Пока Еще Не Контактировать С Неизвестными Людьми С Которые Дает Нам Это Время Мы Пережили Очень Тяжелый Период Часть Периода И Я Думаю Что Есть Еще Будут Еще Проблемы Но Я Смотрю Даже Если Грядет И Вторая Часть А Вторая Часть Развития Коронавируса Наверное Будет Попадать Именно На Осенний Период Особенно Тогда Когда Это Будет Уже Такое Слякотное Время Это Будет Ноябрь Скорее Всего Потому И К Этому Надо Подготовиться У нас Но У нас С вами Впереди Лето А Лето Дает Нам Возможность Свободы И Вот Эту Свободу Вы Должны Использовать Если Вам Даже Не Придется Попасть Куда То Уехать В Какую То Страну Это Конечно Золотая Мечта И Это Правильно Люди Должны Куда То Выезжать Люди Должны Основными Моментами Но Мы Сейчас Все Заложники Одной И той Же Ситуации COVID-19 И Все Страны Пока Сейчас Еще Никто Не Может Сказать Когда Они Откроют Границу Я Понимаю Что Это Сложно Но Внутри Украины У нас Есть Огромное Количество Замечательных Мест Где Мы Можем Отдыхать Пользуйтесь Этим Ищите Просто Находите Себе Возможности По Букингу Заходите В Букинг Ищите Себе Возможность Отдохнуть В чужом Каком-то Месте Но Внимательно Следите За тем Где И сколько Есть Такая Карта Карта Где Мы Можем Посмотреть Где И сколько Зараженных Людей Где И сколько Вы Уже Выздоровела И Другие Моменты Внимательно Присматривайтесь Где В какой Области Сколько Заболевших Куда Не надо Ехать Куда Можно Когда Можно Пригласить Гостей Но Я так Думаю Что В этом Году Наверное Нам Трудно Придется Получать Приглашение И Несильно Нас Будут Звать Гости Да И Сами Наверное Мы Не Очень Захотим Чтобы Нам Кто-то Приезжал В Больших Количествах Но Все Таки У Нас Есть Море У Нас Есть Все Для Того Чтобы Мы С вами Были Здоровыми Для Того Чтобы Мы С вами Могли Себя Защищать Вы Знаете Вот То Что Сегодня Я С вами Поговорила Это Наверное Я думаю Что Это Поможет Вам Все Таки Быть Оптимистичными Потому Что Ничего Еще Не Было Такого Чего Бы Еще Не Было Это Золотая Золотая Формула И Если Все Таки Будет Вторая Волне Мы Уже Сможем Вести Себя По-другому Мы Будем Уже Умнее Мы Если Нам Нужна Будет Прививка Если До Этого Времени Уже Будет У нас Возможность Вакцинации Этим Всем Надо Пользоваться Это Не Шутки Потому Что Но У нас Столько Еще Есть И С Коре У Нас Будет И Проблема Кори И Дефтерия Проблема У В любое Время Болеют Люди По-разному Так Я Очень Хочу Чтобы Мы С вами Не Болели Чтобы Мы Были Здоров Всего Доброго Будьте Здоровы На Все Доброе Надо Мною Тишина Небо Болное Дождя Дождь Проходит Сквозь Меня Но Боли Больше Нет Под Холодный Шепот Звезд Мы Сожгли Последний Мост И Все В Бесну Сорвалось Свободным Стару Я От Зла И От Добра Моя Душа Была Налез И Ножа Я Свободен Словно Птица В Небесах Я Свободен Я Забыл Что Значит Страх Я Свободен С Диким Ветром На Равне Я Свободен На И Ветром Не Во Сне Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok